В Знаменской церкви Царского села осветили новую икону Божьей Матери Знамение Царско-Сельское, точный список царской иконы. По этому случаю в Доме культуры города Пушкина состоялся концерт под названием «И чтим образ твой святый». Теплый вечер в Доме культуры получился замечательным. Организаторы проделали большую работу, чтобы создать удивительную атмосферу. Жители и гости царского села смогли прикоснуться к истории здешних мест, узнали о возведении храма и развитии его духовной жизни. Концерт-выставка – это совместный проект Царско-Сельского благочиния и Дома культуры Пушкинского района. На концерте исполнялись хоровые произведения, которые отображали основные этапы становления Знаменской церкви. Они были подобраны с высокой достоверностью благодаря расшифровкам и обработке певческих рукописей XVIII-XIX веков. Некоторые – сделанные специалистами кафедры древнерусского искусства имени Римского-Корсакова. Какие-то были специально гармонизированы к этому мероприятию. Все композиции исполнил царско-сельский вокальный ансамбль «Династия», созданный при Знаменской церкви. Увелась такая мысль, что нужно сделать концерт престольному празднику. Конечно, тут наш отец Никита Нестоятель наш, он нам тоже эту мысль постоянно говорил, озвучивал, поддерживал нас всячески, чтобы мы сделали это. И таким образом мы решили, что нужно подготовить программу. Ансамбль у нас мужской вокальный, создан он из певчих как нашего храма, так и других приходов сельско-сельского обогачения. Все ребята либо закончили консерваторию, либо учатся еще и с любовью относятся к этим песнопениям. Им всем это все очень нравится, собираемся и репетируем в удовольствие. Тропористы, хиры-канты и другие песнопения звучали с глубины веков. Артисты создали для зрителей образное представление о чувствах русского народа, который молитвенно обращался к святым. Все это помогло ощутить искреннюю веру людей того времени. Зрители горячо приветствовали артистов и были благодарны им за уникальную возможность не только узнать и увидеть историю, но и услышать ее. Песни мне очень понравились, очень были красивые. Я даже на камеру снимала. Надеемся, эти концерты станут доброй традицией. Действительно, к этому концерту были проведены не только теоретические, музыковические, но и методические разработки с целью, скажем так, помочь зрителям запомнить какие-то основные исторические вехи, хотя бы на ассоциативном уровне, посредством изысканных хоровых песнопений русской хоровой музыки, которая иллюстрирует и, по сути, была свидетелем того или иного этапа в жизни Знаменской церкви. Люди пришли в свое свободное время от работы, от каких-то послушаний и замечательно провели время, слушая вот эти вот те песнопения, которые являются древними, которые сейчас редко где можно услышать, ну и фотографии из архивов, которые тоже не видели очень многие люди, которые сюда пришли ранее. На выставке были представлены копии многочисленных материалов, хранящихся в разных архивах. Часть из Российского государственного исторического архива, также копии из архива Екатерининского дворца и архива Благочиния. Это фотографии, копии гравюр и другие иллюстративные материалы, начиная с 18 века и до современности. По окончанию концерта зрители были приглашены на праздничное чаепитие. Тут хорошо, тепло, уютно. Тут угощения раздавали, я сняла парочку, мне нравилось.